Восвятая служба информации и телерадио компании Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко, глядите ухэтым выпуском. Открытая студия. Президент Беларуси Александр Лукашенко сёння сустреўся с кераўніками і коллектывами буйнейших дзержавных СМИ. Шырая размова і да памогаў вырашэнні проблем. Юрай Шулейка і Миколай Василькоў сёння выслухали звороты жыхароў регіона Увеццы. Урок можнасті ад ветерана Вялікай Айчынай Вайны. Сёння давучня ў Красненской середній школы завітаў полковнік Михаил Рычкоў. А зараз аб гэта меншым больш падрабязна. Задача новага закона аб СМИ – абараніць людзей ад деструктыўнай інформаціў. Аб гэтым президент Беларуси Александр Лукашэнка зэвіў сёння на сустреўся с кераўніками і коллектывами буйнейших дзержавных масмеды. У размові аб задачах, які сёння стоять перасродками масавыў інформаціў, кераўнік дзержавы адзначыў, што частка зіх адлюстравана ў новым законі. У приватнасті гавор кайдзі абразвіці айчыннаха контэнту на талібачынні. Пры гэтым сам закон закліканы абараніць людзей ад патоку неправеранай і лжывай деструктыўнай інформаціў. Паводле слоў президента ўсё больш запатрабаванай становіцца якасная журналистика з авторскай пазіцей, пэўными фактами, глыбокай аналітыкай. У дзельнікі сустрэчы закранулі і тэму адказнасті СМІ ў теперашніх непростых умовах, калі фэйковыя навіны здольны сурьозна пауплываць на грамадская меркаванні. Не адступаць адмаральных прынцыпаў, дзейніча шчыра і сумленна. Такое пажадання даў журналистам кераўнік дзержавы. Да іншых тем, спачатку гарачаўа телефонная лінія, потым асабісты прыём. Сёня ўвеццы памочнік президента Республікі Беларусь, інспектор Пагомельскай в області Юрий Шулейка і дэпутат палаты працтавніков національнага сходу Мікалай Васильков дапамагалі жыхарам регіона ў врашэнні хвалюючых пэтэнніў. А пагучаных праблемах і прынятых рашэннях – матыріяла Лега Сенцюрова. Першиш, телефонный звонок, троцца проблема, якая хвалюе многих жыхарова сабліосейскай місцовасі, вывоз смеття. Пасля централизованного закриття мини-полігону, гэтым пытанням на подставе заключённых договору займаюцца предприємства жилёво-коммунальной господарки, аля частка отходов ўсё ровно застаецца на участках. Помочник президента, інспектор Пагомельскай в області Юрий Шулейка пропоную подключить до варашэння проблемы дэпутатов. Изучите проблему. В чём проблема всё же? Дорого? Значит, это один вопрос. Не могут, нечасто ездят? Это другой вопрос. Скапливаются, не вывозят? Это третий вопрос. Это давайте поручим совету депутата в ЖКХ вместе. Пускай они поработают. Проблема, якая хвалюю жихарова городского посёлка Уваровича Будокошалёвського района. Работа местовой больницы зараз наменяют статус районный на участковую, что выкликая пытание у насильництва. Самое головное, те буде захованный объём оказываемых медицинских послуг. Вдруг какие-то сокращения будут? Это только регистратуры и двух пенсионеров. Я тоже в курсе. А что касается финансирования, в своё время, уж извините за нескромность, она очень хорошо финансировалась. И рентгенаппарат стоит, и УЗИ. Это я лично принимал участие в оснащении этой больницы. И никто вот этого оборудования забирать не будет. Так что, Полина Николаевна, я вам обещал, что эта больница останется. Она останется. Доброго порадкования дорог и старого речащей раки не выплаты заработку подчас звольнения. Скарга на небыто неякосную продукцию предприемства неизгоды с оценкой кошта приватизованного жилья. Пытания, за которыми приходится на приём жахары региона, тычутся самых разных сфер. Ветковская лазня не працует с минулого года, когда у будинка отбывся пожар. И хоть на дверях ещё находится надпись, что тут размещенный оздоровленческий комплекс, який принимает людей по субботах, и он уже не отповедая реальности, жадающим помыться, предоставляются звычайные душовые, який находится у местовой гостиницы. У вугули Ветковской лазни горела двойчая. На счастье, обошлось и без человеческих охвяр, а лезовником наступства пожара у Кемерови зараз увага до беспеки эксплуатации особливо значная. Гэтое потребование повинно быть уличено при распространстве проектной документации и наступных работных работах, але до конца года лазню у Вецы вырошена открыть. Для районных центров гэто социально значные объекты. Сегодня заканчивается проектирование Будокошелёвска, я думаю, что в каждом районном центре должна быть достойно полноценный пункт помывки населения, потому что это социально важный объект. Охученное питание для тех, кто пришёл на приём, зараз самое актуальное. Некоторые заквышаются на месяцы, инши будут разъезжены додатково. Головное потребование – ответственность законодавству. До речи, помощник президента, инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко, лечить оборудованными до половы от огоньной кофести с воротов. Алексей Натеров, Валерий Капанько, телерадиокомпания «Гомель» – Зветки. Паром почал працавать в Житковицком районе. Пероправа звязала два бероги Припяти. У сутки переправляются больше, как тысячи человек. Година пик назирается с 7 до 9 ранницы и с 16 до 19 годин. Так само на пароме могут перемещаться фуры и легковые автомобили. При этом понтонная и паромная пероправы працуют в комплексе. Все лето в Беларуси планують посадить коля 29 тысяч гектаров новых лесов. Гэтые работы уже распочались. У Брестской и Гомельской областях лесы посадили на больше, как тысячи гектаров. Традиционно у первых посадок проходит акция «Тыдень лесу». Все лето она отбудется с 14 по 21 красавика и будет присвечена году малой родимы. Батареи похолодели. У Гомельской области завершается тепляльный сезон. В связи с повышением температуры поветра Гомельским горвыканкамам принято решение в спыненне подачи теплоэнергии у жильевый фонд. Завершено отепление интерната у гостиниц и навучальных установ. В районных центрах термин завершения тепляльного сезона вызначают мясцовые органы улады. Повышение эффективности лечения захворваний напереда дни черговой ходовины Чарнобыльской катастрофы у Республиканским навуково-практичным Центры радиоацийной медицины и экологии человека рассказали об укоронении новых методик. Отделение установы наведали наши корреспонденты. Генетичная схильность, вирусная инфекция, экологичные и радиоацийные факторы. Прошин, по яких люди становятся пациентами центра, некольки. Ематологичное отделение для детей различено на 30 пациентов. Прошим, многие знаходятся тут разум с мати. У некоторых выпадках первый курс лечения протягивается некольки месяцев. Маленьким детям необходима постоянная подтримка. В нашем отделении мы работаем по международным протоколам терапии онкогематологических заболеваний. Это и химиотерапия, и лучевая терапия, и сопроводительная терапия. Только, скажем так, при условии, когда проводится вот такое комбинированное лечение, есть шансы добиться выздоровления у тяжелобольных детей. Головная мета выявляет захворывания на ранней стадии и лежит их больше эффективно. Обследование на клетчаном узроуне, молекулярно-генетичный прогноз развития хворобы, доследований по вызначению биологичного взрослого человека. Для РНПЦ это реальность, якая уже допомогла заховаць здоровье не одной тысячи людей. Чакать, поколь хвороба створыць проблемы, медики не раяць. У многих выпадках да и хлеб жзвертаться, калей ашэ ничога не трубуе. Сейчас тромбоза актуальна и в молодом возрасте. Это риск инсультов, инфарктов. И без лабораторного обследования невозможно сказать, будет тромбоз или не будет тромбоза. Пациенты должны обязательно проходить целый спектр исследований. Идея будовництва в Гомеле Республиканского навуково-практичного центра радиоэцинной медицины и экологии человека возникла в 1990 году, але для ее практичной реализации спотребилася амаль 15 годов. Сегодня центр не только ведучая установа по оказанию специализованной допомоги насильниству и навуковом забеспечении державной чернобыльской программы. Тут укороняются новые и существенные технологии лечения и проводятся уластные доследования по актуальных пытаниях развития медицины. Только в минулом году послугами центра скоростались грамотяне России, Украины, Казахстана, краин Балтии и Евросоюза. Такой симбиоз, когда идет и прикладная медицина, и плюс еще теоретические знания, они, конечно, делают центр узнаваемым. И если анализировать 2017 год, то у нас в центре привлечилось пациентов из более чем 23 стран мира. Алисин Сюрова, Ольга Коновалова, Юген Макинка, телерадокомпания «Гомель». До речи, завтра директор Республиканского навуково-практичного центра радиоцинной медицины и экологии человека Александр Рашко станет гостем интерактивной программы «Деалог». Я на видеофир на телеканале «Беларусь 4 Гомель» у 19 годин 20 хвилин. Свои питания гостю программы вы сможете задать, потелефоновавши по номеру промога эфиру «Гомель» 34-20-43. Цез допамога и Вайбера. Далучайтеся. Сёння представники «Гомельской районной ветранской организации» унесли коррективы у расклад занятка у навученца у Красненской средней школы. Менавито с гэтой установы удельники Великой Айчинной войны почали проводить цикл урока умужностей присвеченных 73-й годовине перемоги. Герой нашего наступного сюжету – активный удельник сустреч с молоддю. Не глядячи на значную розницу во взросле, а гульную тему он знает заусюды. Евгения Кухаронак протягнет. Михаилу Дмитриевичу Рычкову, 94. Не глядячи на унушальные лечбы, гэта статный мужчина с оптимистичными поглядами на жизнь. Свой военный педагогичный опыт он с великим жаданием передае молодому поколению, лечусь патриотичной выховании, основой мирной будучи не на земле. И тут нельзя найти, нечто лучшее за особистый приклад. Лёс Михаила Дмитриевича нелёгкий, однако ему в жизни нередко шансовало, навод под часу делу Великой Айчинной. Обошлось ўсё удалёкин 1924 годзі. Увёзцы Давыдовка, что у Вологодской в області России. Деревня, где я родился, там только медведи да волки ходили, да и я. Лес, 7 деревень, 250 км от железной дороги. Глуж дикая, но у нас была семья здоровая. У нас было три сына и дочь. А отец прошёл гражданскую войну и приехал. Калі юнаку Михаилу ішоў 17-й год пачылася война. Пера тым як паўсті на фронт, старыші брат падару ўямо велосипед. Так я с этим велосипедом праўхал все, наверное, дома, всех повецки вручав, дежурил по линии военкомата, всех увёл в армию, а потім начал похоронки розвозить. На это тяжело было. 13-го жнюня 1942 года Михаила Дмитриевича самого призвали у армию. Йонтрапю у Пуховицкаев училища, як тольки завершив учобу, отправився на фронт. До великой перемоги затавалася ровно два годы. В мае 1943 года попал сразу в Курскую битву. Зачислили меня 70-ю гвардейскую дивизию, 60-ю армию Рокоссовскому. Сражыни были дикие. Я первый город Глугов на Украине освобожал, получил за него орден красной звезды. Потім було ранене, перед реабилітацією, а далі ў яго пачалася педагогічная дзейнасць. Йон стал специалистам по подрыхтуцці военных кадров. Дзень перемоги у Великой Айчыной Михаил Дмитриевич сустрыў на Орлушчыне у резервовым палку. Там ён был командзіром стрелкового узвода, рыхтаваў курсантаў. Тольки ў 1977 годі демобілізаваўся з узброўных сил і пачаў не менш цікавую громадскую дзейнасць. Саправдны прыклад стойкості, мужнасті і мудрості як на вайне, так і умерны час. Йохіня Кухаронак, Ігор Марышчан, Катыля Радоў, Кампанія Гоміль. Духаўна Светніцкая выстава адкрылася сёння ў Гомільскім дзяржу універсітецца ім'я Франциска Скарыны. Гэта адно з мероприємства ў 15-го городського велікоднага фістывалю. Выставу універсітет організаваў сумесна с Гомільской епархією, фотоклубом «Святло души» і редакціє часопіса «Грамніцы». У яў рачыстым адкрытціў дзельнічали архіепископ Гомільскі Жлобінскі Стефан і ректор ГДУ Сергій Хахомаў. А крымя фоторабот на выставе проставіли колекцію вышытых ікон «Святло маёй души». Я ў створыла выпускніцца універсітета Вольха Карпенка. За 10 гадоў дзяўчына вышыла більш як 20 полотнаў. Накожна тратила по некольким місяцам карпатливой працы. Самый любимый в образ – Божій Мати. Напыўна нездарма. Менавіта Мати Мастачкина, тхняє яе на створення новых работ. Хочу сказати огромное спасибо моей маме, которая является може, музой моєго творчества. Она мне помогає в этом, она помогає мне разбираться в этом, где-то что-то подсказывает. Ну, и мне очень приятно, что меня сегодня сюда пригласили. Всё-таки меня заметили, заметили моё творчество. Ознаеміться з экспозиціей можна до 20-го красавіка. Студія циркового мастацтва «Арэна» подтвердзіла звання заслужанного аматорського коллективу Республіки Беларусь. Мазырскіе артысты працтавіли на суть специальні комісії Міністерства культуры і глядачоў своя левшая нумары. Яркі концерт ў рытме нон-стоп, донамішная программа, де кожны нумар – особная історія. Пад час працтавління глядачоў не адночы захоплювала дух. Кожны трук яны сустракалі бурными аплодасментами. Талінта і ше регулярныя трэніровкі. Тысячах адзін рэпітицій. Звання заслужанного аматорського коллективу юны мазырскі артысты пацтверджалі працтавлінням падназвай «Трыумф». Вы знаете, что я достаточно много видел выступлений Центра циркового искусства «Арена» с Мозыри на различных мероприятиях. Но это были единичные отдельные номера. Сегодня я увидел цельную программу. И хочу подчеркнуть, что высокий уровень мастерства, можно даже сказать, граничащий с профессиональными искусствами, у нас не в каждом цирке или не в каждой цирковой программе, которая выступает на наших стационарных цирках в Гомеле, либо в Минске, либо за пределами Республики Беларусь, мы можем увидеть вот такое профессиональное мастерство выступающих. Тем более, что мы не должны забывать, что это дети, которые, имея столько наград, а наград действительно у них много, потому что у нас не каждый коллектив, их 16 в Республике Беларусь, любительских коллективов цирковых студий. Так вот, из всех 16, конечно, арена, Центр циркового искусства в Гомельской области, в городе Мозыри, она стоит особняком. Закрывает программу номер канатаходцы. За его мазырские артисти отримали гран-при Международного циркового фестивалю на Кубе и стали лауреатами Международного циркового фестивалю молодых артистов у Монако. Это и так само иншие новины вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by. Далее у эфиры де-факто и спортивные ахлята я с вами развитываюся. Усяго доброго и до новых встреч у эфиры. Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Полторы тысячи долларов цена незаконной перевозки в Гомельском районе. Сотрудники ОБЭП и налоговой инспекции в ходе совместного рейда остановили грузовой автомобиль, в котором находился лом черного металла. Организовал рейс предприимчивый местный житель, хорошо знакомый сотрудникам правопорядка по аналогичным нарушениям. На этот раз фура следовала в Россию окольными путями через Будокошелевский район, но навариться на Грузии у владельца не получилось. Скупая лом по цене ниже рыночной, торговцы металлом зарабатывают немалые деньги. С одной такой машины может выйти до тысячи долларов на вар, а если бы в кузове находился цвет мет, то доход смело можно умножать на 30. Участников рынка нелегального экспорта сдерживает только конфискация авто и штрафы, которые доходят до 50 базовых величин. Данный лом металла оценен в 1,5-2 тысячи белорусских рублей. В отношении данного человека сотрудниками МНС по железнодорожному району города Гомеля после проведения проверки будет составлен протокол по части 1.1 ст. 12.7 КОАП Республики Беларусь. В Мозыре сотрудники МЧС оказали помощь мальчику, который защемил в двери пальцы. Рука ребенка оказалась зажатой между дверной коробкой и полотном двери. Спасатели воспользовались специальным инструментом, отжали дверь и освободили руку потерпевшего. Обошлось без серьезных повреждений. Сотрудники ГАИ провели еще одно массированное спецмероприятие. На дорогах Гомельской области они устроили фильтр для автомобилистов. В течение получаса инспекторы останавливали автомобили и проверяли у водителей документы. Цель фильтра – повышение дисциплины участников дорожного движения, выявление нетрезвых водителей и иных правонарушений, а также их предупреждение. За время проведения мероприятия 11 автолюбителей было привлечено к административной ответственности за управление механическим транспортным средством в состоянии алкогольного опивнения. 17 водителей не имели права управления, а также 5 водителей было привлечено по статье «Непропуск пешехода», точнее, «Непредоставление преимущества в движении пешеходам на пешеходных переходах». Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь-4» Гомель. Новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Стартовал чемпионат Беларуси по футболу в первой лиге. Во втором по силе дивизионе выступают четыре представителя Гомельской области. В первом туре матчи проводили три команды. Гомельский локомотив стартовал с домашнего поражения от футбольного клуба «Орша». Новичок первой лиги «Житковический ЮАЗ» разошелся миром с мякошевическим гранитом 0-0. Музырская Славия и футбольный клуб «Чисть» также победителя не выявили. Правда, ничья получилась результативная. 1-1. Светлогорский «Химик» первый тур пропускал. Матчи второго тура пройдут 14 апреля. Локомотив на выезде играет с «Чистью». Светлогорский «Химик» и «Славия» сойдутся в очном поединке. «ЮАЗ» второй тур пропускает. Завтра в мужском и женском чемпионатах Беларуси по гонболу очередной игровой день. Обе команды гонбольного клуба «Гомель» проведут гостевые поединки. Подопечные Сергея Цыганкова отправятся в Минск, где им предстоит игра против местного СКА. В турнирной таблице армейцы располагаются на второй позиции, гомельчане на третьей. Женской команде предстоит вояж в Витебск. В гости подопечных Тома Жачатера ждет местная витебчанка. В табеле о рангах «Гомель» на данный момент делит первое место с БМТ «Убилас». При этом у минчанок одна игра в запасе. Витебчанка замыкает сильнейший квартет. Продолжаются баталии и в женском баскетбольном чемпионате. Баскетбольный клуб «Гомель-Сош» на своем паркете сыграет со столичными цмоками. Поединок пройдет на арене Гомельского дворца игровых видов спорта. Начало в 17.00. В предыдущем туре «Гомельчанки» потерпели поражение команды Сергея Кулешова. В Гродно ничего не смогла противопоставить местной «Олимпии» 46-76. В турнирной таблице «Сош» занимает четвертое место и замыкает сильнейшую группу. «Гомельчане» отправятся на Кубок Европы под дзюдо среди юниоров. Турнир 14 и 15 апреля состоится в Санкт-Петербурге. В ростер белорусской сборной попали три спортсмена из нашего региона. В турнире девушек выступят Ульяна Мининкова и Виктория Новикова. Обе представляют областной центр Олимпийского резерва единоборств. В мужских состязаниях за награды поборется Артем Васильев. Он воспитанник с дюшоргом «Сельмаш». На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4».